И вот, кстати, это очень напоминает российскую ситуацию наших пропагандонов. Обрати внимание, вот они действительно, их можно было бы и пожалеть, потому что понятно, что даже на примере Белоруссии все будет заворачиваться круче и круче, и от них будет требоваться все больше и больше бесстыдства, бессмыслицы, вранья. Но Скобеевы и Соловьевы, они свою роль информационной прислуги выбрали себе сами, а участь прислуги, она, в общем, всегда не завидна, потому что это надо выносить за хозяином горшки. Это там есть как бы опереты про Труфальдины из Бергама и находчивых слуг типа планшет. А мы знаем, что в обязанности слуг входило вычесывать в шеи, и не только из голов, выносить горшки, застирывать блевотину и так далее, и так далее. А Кремль, мы знаем, наваливает постоянно полные горшки. И в шеи, в общем, тоже достаточно много. И еще принимать побои, насколько я понимаю, если хозяин не в настроении. И вот они-то, эти бедные пропагандоны, они вот видят очередной горшок с дерьмом власти, и они обязаны начать его носить с песней и уверять всех, что это плов, что это омлет. И нюхать, восхищаться, пробовать. Соловьев, он самый мужественный, он вообще набивает рот из этого горшка и показывает большие пальцы, что ничего вкусней и круче не бывает, что это вкуснотища, да. Что, Оленька? Ну, у них же нет выхода. У них нет выхода, совершенно верно. Совершенно верно. Уже обратно фарш невозможно провернуть? Да, и они еще обязаны причмокивать с удовольствием. Но это можно понять, это можно понять, когда они обслуживают своего господина и восхищенно вечерами дегустируют кремлевское, нежевечернее, значит, обмакивая на федеральных каналах туда пальцы и сообщая друг другу новые нюансы вкуса, да. Вот понятно, когда прислуга работает с родным кремлевским. Вот тот самый цвет, тот самый вкус и пахнет хозяином. Но зачем стараться точно так же с чужим, да, с Лукашенковским, да? Ну, понятное дело, что они просто показывают... Он нам не чужой, Александр Глебович. Ну, понятно. Спасибо.